Но любой адекватный игрок, который в доту играет не первый день, и он, естественно, помнит, как все это происходит, он прекрасно понимает, что вот если ты заходишь на хэкграунд, и ты байбекаешься один раз в минуте на 50 или на 60, то как бы ты делаешь один байбек, а команда, которая дефается, она байбекается в пятером. Пять героев байбекается. Соответственно, твой один байбек, он ничто по сравнению с пятью байбеками противника. Ты можешь как бы байбекнуть и думать, о, сейчас я закончу. А с чего ты так подумаешь? Вряд ли ты закончишь. Если ты хочешь закончить игру, вы все покупаете. Тривела, желательно, второго левела. Вы все экономите байбеки. Вы все дружно умираете и все дружно байбекаетесь, потому что команда, которая будет защищаться, все они тоже нажмут байбек. Естественно, любой человек, который имеет опыт, который помнит это во время игры, он всегда это будет помнить. Например, у меня с ходом на хэкграунд никогда не было проблемой, потому что я всегда помню, что у них есть байбеки, и у нас должны быть байбеки, если мы уже заходим в суперлитовую стадию. Это студия, Дмитрий, вокруг вас строилась, если вдруг. Может быть, да. Поэтому это просто пример, что любая сильная команда, я понимаю, что там LGD может быть поплава. Давайте будем честны. LGD последние полгода поплава. Они там заходили в квалификацию. Ну да, и второе место на Инте тоже они так все играли. Да, и, соответственно, в финале любая команда может сыграть плохо, поэтому они уже ни одной причины. Искать причин, они там забыли и так далее. Может быть, миллиард причин. Назови там тысячу причин. Окей, вы, игроки, задача которых делать так, чтобы эти причины на вас имели минимальное значение, чтобы вы контролировали ситуацию, а не ситуация контролировала вас. Следовательно, ваша задача показывает максимальный уровень игры, который показывает Team Secret. Потому что сколько они раз заходили на хайграун последние 5-6 турниров? И сколько раз они вот так вот погибали по тронам? Да ни разу. Почему? Потому что Пупей 2010 года, помню, что мы заходим, аккуратненько забираем и уходим. Они вот это бежим. А, трон, давайте байбекнемся, пойдем умрем. Мы можем приводить пример не самых удачных команд, как LGD. Не вопрос. Все могут ошибиться. LGD, любой чемпион в мире может ошибиться. На третьем Инте Дэнди просто ТП выложил, не смог ТП сейчас на базу. Ну, бывает. Че, человек просто выложил ТП, ему бульдог снес базу на фурионе. А можем приводить пример сильнейшей команды, которые умеют брать себя в свои руки, умеют контролировать ситуацию, и они показывают высокий уровень игры. Поэтому лично я люблю высокий уровень игры. И я, естественно, скажу, они ошиблись, они показали низкий уровень игры. И это не от меня этого факта, что они могут показать теперь высокий уровень игры. В принципе, ты делаешь хорошие, и отрицательные действия. И лично я за то, чтобы команда делала крутые действия, а не то, чтобы мы смотрели, как Темпларка заходит в купол, байбекается, и потом еще раз идет и умирает. Ну, мне как бы не очень нравится смотреть подобное. Ну, это кому-то круто вот на это смотреть. Хайлайт. Темпларка зашла в свой купол. Хайлайт, ребят, все. Вот это камбэк. Давайте все команды зают в свой купол, и мы придумаем. Ну, они же не роботы, они ошиблись там. Ну, мы можем придумать миллион причин, почему они зайдут все в свой купол. Зачем? Просто ребята сыграли плохо. Все.